Старый асфальт отправляется на переработку. На его место рабочие кладут новое. Была яма, стала комфортной для движения покрытия. Гаражную улицу должны привести в порядок до конца дня. Это 300 квадратных метров. От Авроры до Революционной. Ямам нужно придать правильные геометрические формы. Очистить от воды и грязи, затем залить новым асфальтом. Делаем карты, стараемся делать их более большими. Чтобы чем больше площадь ямочного ремонта, тем лучше держится эта самая летая смесь. Мы стараемся обгородить эти ямы в данный момент, чтобы, конечно, это безопасное дорожное движение все-таки. И как бы оградить людей и сам участок работы. Чтобы, конечно, он затвердел, а был более углубленный и в лучшей форме он сохранился. 20 минут после чего могут машины по ней эксплуатироваться, ездить. Дорожные рабочие отмечают, автомобилисты с пониманием относятся к необходимости ремонта и резких маневров не совершают. Иначе, если транспорт проедет до застывания смеси, она просто выдавится из карты. И придется все делать заново. В первом квартале по плану аварийно-ямочного ремонта нужно заделать ямы и выбоины на площади более 11 тысяч квадратных метров. На сегодня сделали около 30% от намеченного. Работы ведутся круглосуточно. Задействовано 5 мобильных установок. За сутки получается залатать порядка 500 квадратных метров дорожных дефектов. Асфальт с заводов Преображенки приходит к качественной и нужной температуре, которая может составлять 230 градусов. Она поддерживается в Кохере. Термосбункер для литого асфальта оснащен системой перемешивания, подогрева и контроля. При работе вся жидкость из заливаемой карты выпаривается из-за разницы температур материала и дороги. Проверяет качество асфальта и соблюдение выполнения технологии муниципальное предприятие, дорожное хозяйство. Пока нареканий работа подрядчиков не вызывает. С данной участки по каждой яме, по каждой участке ремонта разрабатывается исполнительная схема и контролируется в течение гарантийного срока. В случае, если кусок разрушается или вылетает, то очная заплатка восстанавливается подрядчиком уже за свои деньги. Автолюбители голосуют за ремонт дорог в любом его виде, начиная от аварийно-ямочного до капитального по нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Желательно более оперативно подходить к этому вопросу и устранять их, дабы избежать аварийной ситуации. В идеале, конечно, ремонт дороги, но если не позволяет там бюджет или еще что-то, то на первое время, конечно, лучше заделать хотя бы заплатки сделать. Кроме улицы Гаражная, отремонтируют сегодня улицы Вольская, Алматинская, Революционная, проспект Кирова и Южное шоссе. До конца недели обновят дороги в Куйбышевском районе Самары и улицу Промышленности. Подходит к концу работы на Ракетовском шоссе. Особое внимание уделяют путепроводам. Мониторинг непрерывный, поскольку при частой смене погоды с оттепелей на заморозке могут появляться новые разрушения. Службы благоустройства реагируют оперативно. При необходимости на участки и дорожные рабочие готовы выйти повторно. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.